Всем привет! Мы уже проснулись после дня рождения, подделали свои дела, и надо ехать забирать Тимурочку. Он остался у бабули ночевать, и уже давно звонить, что ему скучно. Заберите меня скорее! Сейчас мы тут с Сашей говорили про лес в Германии, ещё что-то такое. Я, знаешь, чего ты сейчас подумала? Вот что тебе, Саша, было страшнее всего, когда ты приехал в Германию? Не то, чтобы страшнее всего, но чего ты боялся? Есть такое? Знаешь, чего боялась я? Что я буду одна домой с детьми, и придут немцы. Знаешь, почему? Потому что я не знала, что я им скажу. Я не знаю, почему-то сейчас я вдруг это вспомнила. Чего ты меня заводишь так? Вчера Тимура после дня рождения действительно уехал к бабушке. Люди в гости. Взял с собой все свои волшебные причиндосы, палочки, и уехал. Ну и уже часа два назад, или три, он звонил и говорил, что заберите меня, мне скучно. Ну, конечно, там нет ни Миланы, ни Артема, но видно, он наигрался уже волшебника, и стало скучно. И что еще? Мы ели за Артемом. Артема мы оставили в парикмахерской. Он пострижется, мы его заберем и поедем в Декатлон. Ну, в общем, обо всем по порядку, ребят. Кому, интересно, где живет бабушка? Пятый этаж. Приезжайте в гости. К бабушке. К бабушке. Как тебе что, днём рождения прошло, по-твоему? Хорошо. Ну что? Тем не главное, довольна остаться. Ну да. Нормально, в принципе, просто. Ну? Конечно, в ресторане было бы проще, наверное, но... Ну, мы так объединили с чем-то. Да, это факт. Симур, Катя? Артем. Да? Неужели? За сыном приехали. Я уже рыбку могла съесть, пока вы пришли. Да, ты что? А на ловите с тема? Мама говорит, а что гостям поставишь? Я говорю, ну что самое главное, я голову съела. А гостям хвостик. Да ты что? Да, самое вкусное, если что. Борщок есть. Компотик есть. Украинский? Нет, казахский. А, казахский? Ну, наливай. Где волшебник? Волшебник из имрудного города. Выходи. Здравствуйте. О! А ты в роли кого сегодня? Все снимают на камеру, если что. Все нормально. Меня маленько устраивает. Шуганули. Но я принял грамм 150-200. Так, для веселья, для души. И снова любовь. Любовь. Любовь-сила. Вот бабушка с дедушкой, рядышком. Давай, болтанешь, болтанешь что-нибудь не то, а потом жалеешь. Да, потом получишь. Тимур, а ты делал что-нибудь сегодня, кроме того, что ты смотрел Гарри Поттера фильм? Кушал. Кушал, играл Гарри Поттера. Наигрался уже? Новое заклинание каким-нибудь записал? А у меня же книжки нет. Нету? Она у меня дома осталась. Я же сразу из дачи поехала. Хорошо. Ну что, поймем домой, да? Да. Так я досмотрю. Ну что ж, забрали мы детей. И решили заехать в Декатлон. Мы же собираем Артема в лагерь. Точнее, мы уже собрали его в лагерь. Мы уже купили рюкзак, ножи, пенки для того, чтобы спать. Ну и все, что нужно было. Только мы не купили ему одну вещь, за которой мы еще раз сюда приехали. Артему нужен фонарик с собой. Я так понимаю, на голову. У меня есть хороший фонарик, но дело в том, что он мне будет нужен. Поэтому я ему не могу его дать, и мы вернулись сюда за фонариком. Сейчас посмотрим, что там можно купить, выбрать. А то завтра Артему уже улетать. Потом будет поздно. Короче, приехали. В Декатлон. Тимур даже в Декатлон решил пойти сегодня в своем костюме Гарри Поттера. Вот и фонарик. Короче, мы взяли фонарик. Ему 130 люмен на батарейках. И стоил он 15 евро. Я думаю, что больше ему не нужно. Можно было там из-за 300 люмен, оно стоило, по-моему, 20 евро. Но мы, я думаю, что этого вполне хватит. Здесь плюс есть такой режим, который типа ночной, там ультрафиолетовый. Ты как бы типа никого не ослепляешь, никому не мешаешь, но при этом плюс-минус все видишь. Делай. Спасибо. А эту кашу для кого? Кашу? Детское питание. Ну, кашу. Для малыша. Кашу для меня купили еще такую. Протеинчик. Но я пью протеины иногда на завтрак. Когда я не успеваю позавтракать, я его покупаю. А вот это все лето я, в принципе, не пил протеин. Вообще, к спортивному питанию у меня такое особое отношение. Я считаю, что это разводняк, по сути, по большому счету. Вот, не надо думать, что вы будете пить протеины, и у вас там что-то вырастет, и вы станете мега какими-то огромными, и даже не надо для этого тренироваться. Нет, ребята, все тренировки и питание можно делать дома. Единственное, для чего я покупаю протеин, это утро. Как вы знаете, я встаю в ночную смену, у меня в 2, в 2.10, 2.15 подъем, и у меня просто нету желания что-то готовить там. Это даже самое элементарное, там какую-то яичницу, у меня нету желания, я просто хочу, блин, собраться и выехать уже на работу. Это самый простой вариант позавтракать, я просто его замешиваю с молоком. И все, выпил его, даже сразу не выпиваю, а беру с собой и по пути попиваю, пока езжу на работу. Только для этого я его покупаю. Все остальное, все белки можно получать дома, покупая и кушая яички, там, жаря мясо. И ее пользы будет гораздо больше, поверьте. Это все разводня конкретный. Мне вот этой вот банки хватит месяца на, ну не знаю, на 3 точно. У меня стоят на полках, пыляж, пылятся там эти банки. Так что, ребят, не думайте, что там протеин, это что-то там такое мега суперкрутое, что вас делает очень большими и крутыми. Это все фигня. Кушайте дома. Покупайте яички, жарьте. Каждый день по 10 штук. У вас будет больше результатов. И бить все пучит, как словно, да? Пучит, и котятого тоже пучит, между прочим. Мне кажется, всех спортсменов, качков пучит. Даже не кажется, а это так, потому что... В общем, в зале чувствуешь? Потому что в зале я чувствую. А ты не чувствуешь, когда хочешь? Я в другой зале обычно. Там, где не пучит. Знаете, почему пучит? Потому что это белок. А когда много белка, ну как много, а вот именно в таких дозировках спортивных. Наверное, как-то неизбежно. Кстати, мы сейчас куда едем? Мы в Икею едем? Не знаю, и хочется, и деньги. Поехали в Икею съездим. Съездим в Икею. Знаете, для чего мы съездим в Икею сейчас? Нам нужно на дачу купить диванчик. Ну или хотя бы посмотреть, какой это диванчик можно купить. Ведь мы не купим сейчас с детьми. А, ну да. Во вторую комнату посмотреть, какой диванчик можно взять, чтобы ее оборудовать. На даче имеется в виду. Я сказал на даче, нет? На дачу, короче. Надо диванчик купить. Интересно, что мне захотелось? Я хочу мороженое и кофе. А, кофе хочу. Блин, как я хочу кофе. Может, сейчас хочешь? А что ты маму кофе не попил? Нет, я хочу сейчас кофе. Второй не хотел. Мы не будем долго сегодня. Блин, короче, уже почти 6 часов вечера. Мне еще собирать чемодан. Я еще даже не начала. А мы приехали играть в Икею. Ошибись. Людей нет. В Икею пусто. Все в отпуске. Обычно ходишь, такая толпа. Тимур опять в своем костюме ходит. Вы это не знали. Знаете что? Я вот сейчас просто сел на один диван, который вообще даже не рассматривал раньше. И мне показалось, что он очень удобный. Он уже сразу широкий. Смотрите, я так уже наполовину на нем сижу. Сзади вот такие вот подушечки. И мне кажется, на даче было бы очень прикольно. Ты пришел, так вот сел. Там у тебя впереди телевизор где-нибудь. И, в принципе, неплохо можно побалдеть. Как по мне, так глупо покупать на дачу диван за почти 600 евро. С чего он стоит? 549. 550 евро, ну да. Но очень удобно. Посмотрите, вот так вот со стороны он выглядит. Но 550 евро, да. Это, конечно, наверное, дороговато. Ну, не то что можно купить, но на дачу за 550 евро, конечно, вопрос очень серьезный. У тебя дача такая, в три этажа и где-нибудь. На Мальдивах, да? Да. Можно и купить. Вот сейчас стоим. Вот здесь такая детская комната оборудована прикольная. Ничего особенного. Столик для уроков, компьютер, кровать. И понимаешь, как нам не хватает еще одной комнаты квартиры. И мы никак ее не можем найти, эту 5-комнатную квартиру сраную. А лучше двух. Что двух? Комнат еще. Еще двух комнат? Шестикомнатную? Да. Это вообще в идеале будет. Одна была бы где-то и монтируешь, сидишь. Ага. В подвал меня куда-нибудь можно скинуть. Я буду там монтировать. Я буду там где-то. В туалет. Ну, я говорю, в туалет, да. А, кстати, некоторые гостевой туалет под бюро. Под офис переделывают. Ну, я что-то не знаю, мне сидеть в нем и думать, потому что здесь раньше кто-то... В эту очок убери. ...пердуна пускал, блин. А вообще, хочешь прям сверху кресло поставить как-нибудь? Что-то не очень. Тем более. Кроча, нам нужно, блин, 5-6 комнатную квартиру. У нас реально вот хочется детям сделать каждому свою комнату отдельно. Сушу. Всем приятного аппетита. Спасибо. Я ничего не ем, я взял только мороженое и кофе. Это самое вкусное. Горячее с теплым. Да, горячее с теплым. Да, горячее с теплым. Это очень... Горячее с холодным. Горячее с холодным. Очень вредно для зубов. Говорят, что вредно, но я не кусаю зубами мороженое. Я мороженое как бы растапливаю во рту и потом запиваю кофе. Не, серьезно. Я никогда его не... Я вот не знаю, грязь там для зубов вредно холодный. Я никогда не кусаю его зубами. Попробуй мой супчик. А я взял какой-то ужасный суп. Нормальный. Смотрите. Самое интересное, что он... Популка его. Так ничего не плавает. Это... Знаешь какой суп? Морковно-кокосовый карри суп. Морковно-кокосовый карри суп. Это где такое видно? Какой ужас. Вкусно? Она кивает головой. Как-то я не знаю. Ладно. А, мы не нашли диван. Нет, ни фига здесь. Вот этот за 550 мне понравился, но как бы цена не очень подходит. Я думаю, что можно примерно что-то похожее найти и подешевле где-нибудь. Будем искать. Как говорят в фильме, у вас нет такого же, только без крыльев и подешевле. Мы отвезли наших мальчишек домой и заехали на дачу немножко прогуляться. Шикарная погода. Уже не так жарко. На принципе, сегодня и не было жарко. 22 градуса. Очень, очень хорошая погода. Вообще, в принципе, что сейчас происходит? Таня готовится к отъезду. Завтра мы рано утром выезжаем в аэропорт. У нас вообще в 4 часа будет подъем уже завтра и в 5 выезд и в 6, в принципе, мы должны быть уже на месте в аэропорту. Это аэропорт Тренховен. Это Голландия. Привет! Папа! Папа! Привет! Е-ха! Отвели! Бай-бай! Вот про фура наша. Так вот о чем я говорил. А, ну о том, что Таня завтра рано утром вылетает. В 8 часов утра уже вылет у нее в Латвию. Завтра у нас, да. Да. А послезавтра уже Артем отправляется в лагерь. В принципе, Таня вообще летит с целью встретиться с друзьями отчасти, но основная причина, конечно, это отправить Артема в лагерь. Мы уже и не ждали. Наконец-то, да боже мой. Наконец-то. Саша, пристань. У нас чашется. Да, наливай. Анна Брежнева. Или что там? Бер... Берсенева. А тебе его почитать, Сашенька? Берсенева. Берсенева. Да. Ну давай почитаем, что она пишет. Он все делал правильно сегодня утром. Он вывел свою жизнь из сферы убогого существования и произнес те единственные правильные слова, которые были для этого необходимы. А потому женщина, которая вся была, ответила на них так, как ответила. Азарт среднего возраста. Вот про меня. Не дожил до среднего возраста. А какой у меня сейчас возраст? 35 лет какой возраст? Не средний? У тебя еще юношеский. Ого! Ого! Тань, ты слышала? Мама сказала, что 35 лет еще юношеский возраст у меня. Ага, лично у меня. Это может быть, да. У меня и в 60 будет юношеский. Такая уж натура. Да, Тань? Мама говорит, 35 лет юношеский возраст у меня. Ну что, юноша? Ну что, девушка, поехали. Короче, мы сейчас поедем в магазин. А я уже говорил об этом, Тань, да? Что-то ты, юноша, повторяться стал. А что тебе надо купить вообще? Мне надо купить... Не скажу. Понятно. Тань, что-то в дорогу надо купить. А, какие-то там сладости, наверное, да? Детский шампунь. Детский шампунь? Зачем? Ну зачем ты с собой? Там же купишь, там нет. Что, в Латвии магазинов нет? Я в виски мне доверяю. А-а-а! Deutsche Qualität тебе надо? Ладно, мы собираемся, короче, едем. Уже, кстати, закат. Сколько время? Восемь вечера. Пора бы уже и восвояси. Да, ребята? Дружище, пора нам восвояси? Скажи нам. Пора завершать этот влог сегодня. Может, уже и завершим? Что, поедем сейчас в магазин, купим, покушать и все. Попить. Фу, чеснок. Это лук. Это лук. Ладно, ребята. Я думаю, что мы сегодня закончим этот влог. Увидимся завтра. Увидите, как Таня улетала. Как Саша плакал. Как я плакал. Или радовался. Что я делал потом. Куда я поехал. Лучше вам этого не видеть. Пусть все видят. А сегодня все, ребята. До завтра. Завтра утроточный ранний подъем в 4 утра. Жестко. Лечь бы пораньше сегодня как-нибудь. Мы не ложились и не собирались даже. Я думаю, мы собрались. Пока. Таня, скажи себе до свидания. До свидания. До скорого свидания. Ты меня обрезал, колбашки. Продолжение следует.